Почтение Евангелия от Матфея Как Господь призывал апостолов на служение Ему Два брата, идите за мной, они идут Другие сети, дырявые, починивают с отцом своим в лодке Постановился, идите за мной Они, говорят, оставили отца и сети А те первые бросили сети даже Бросили и пошли Вот так вот, представьтесь И отец, остался один с сетями Как, что делать? Один-то не будешь рыбачить, надо обязательно сеть-то вытаскивать Один-то не вытащишь ее, как должно Пошли Это говорит о том, что вот так должно поступать Если пошел назад, то не оглядывайся назад За Христом иди по Его стопам Только тогда можем достичь Сарства Небесного Если будем идти по Его стопам То есть по Его заповедям, по Слову Его Был такой случай однажды Шла беседа Вот, и за беседой присутствовала Моя мама, Мария Егоровна И там поднялись такое, что Понятный или нет славянский язык Ну и привели место, что Взявшись за орала И обрячься вспять Неудоб для Царства Небесного Орала это плуг По-славянски орала Ну и что, понятно? А мама первая А там были пятидесятники На этой беседе еще Мама, а что здесь непонятно? Если пошел ты, говорит, за Господом То рыло назад не вороти Орала Рыло Рыло, говорит, назад не вороти Иди То есть не оглядывайся назад Ну и все Конечно, все так были удивлены Как она так это сказала? Она все поняла Так, как должно быть Орала, рыло Вот так вот То есть Когда идем, то не нужно глядываться А что это будет? А какие будут мне лишения? А что будет там будет или нет? Впереди что-то А что я сзади потеряю? Может я пойду, а что-то потеряю? А приобрету ли я после того, что-то потеряю? Когда у нас Некоторые уходили из общины Некоторые просили благословения Батюшка, благословите Я вот Хочу, значит, уйти Я говорю, ты ищешь Большего, что-то духовного Роста свое духовного хочешь? Да Это, ну, Бог благословит тогда Конечно, давай, иди тогда Вот Но, как оказалось Никто Из всех, кто ушедших Из общины Никто Большего духовного роста Не достиг А, как правило Большинство из них Потеряли и то, что Имели Потому что Всегда Там, где есть Какая-то дисциплина Есть устав Там может Это общество Существовать В армии Если нет устава Там, говорит Если командир Сказал тебе, что Какой-то дал Наказание Но он не прав Совершенно Ты не должен Прикосовать Ты должен исполнить Его наказание А тогда уже Жаловаться Понимаете как Потом А вначале Ты исполни Приказ Смотришь Кино Приказ Дан приказ Взять высоту Как брать высоту Люди с винтовками А там пулеметы Не один Немцы Из пулеметов Срочат Но приказ Идти Ну что Конечно Все погибли От батальона Осталось Человек 40 Наверное Всего А в батальоне Это наверное Больше сотни Все Больше тысячи В батальоне Больше тысячи? Да Смотра 300 человек Ну вот так Вот примерно Так Это не Сейчас Вот по радиус Слушаю Я как-то По России И там сообщает Это вот такое Что вспоминает Война Как была Это победа И какие Первый 41 год Он батальон И он Остается С десятками Человек От всего батальона А что Приказ Надо было И приказ Было выполнить Поэтому здесь Мы не должны Никогда Совет А что я Должен Потеряю Что-то Или приобрету Нет Вот это По примеру Апостол Они не А что Мы оставим Отца С дырявыми Сетями А что Мы за тобой Пойдем И что Приобретем Ты нам Может Новые сети Дашь Или что-то Другое Стали бы Торговаться Оставили И пошли Сразу пошли Все Беседа Называется Спаситель О призвании Апостолов И следование За спасителем Посмотрите Какова Их вера И послушание Они заняты Были Своим Делом А вы знаете Как приманчивая Рыбная Ловля Но Как Скоро Услышали Призыв Спасителя Не замедлили Не отложили До другого Времени Не сказали Сходим Домой И посоветуемся С родственниками Но оставив Все Последовали За ним Точно так же Как Елисей Последовал За Ильей Книга Царь 19 глава Христос Желает От нас Такого Послушания Чтобы мы Не на малейшее Время Не откладывали Хотя бы Того Требовали Самая Крайняя Необходимость Вот почему Когда Некто Другой Пришел К нему И спросил Позволение Похоронить Отца Своего 8 глава Матфея Он И этого Не позволил Ему Сделать Показывать Им Что Следование За ним Должно Предпочитать Всему И все Святые Они Следуя за Христом Не искали Каких-то Легкостей А мне Там Будет Легче Если Я буду Там Где-то Там Будет Легче А всегда Искали Как Где Было Труднее И даже Мы Сегодня Думаешь Ну это Совсем Как-то Не по-человечески Он Хорошо Шьет Шубы Все Но Все хвалят Хороший Он Портной Приносит Дорогие Материал Чтобы Шить Шубу А Он Чтобы На себя Найти Поношение Он Шубу Шьет Хорошо Один Рукав Возьмет Да Наоборот Его Пришьет Как-нибудь Или Там Еще Что-нибудь Какой-то Изъян Сделает В этом Его За это Дело Побьют Даже Вот Слава Тебе Господи Скорб Какая-то Мне Была Хотя Понимаете Искали Сами Себе Люди Скорбей Они Убегали От Скорбей Если Даже Посылаем От Господа Скорби Но Потому То И Особенно Я Особенно Удивляюсь Им Что Они Не Видев Еще Ни Одного Знамения Поверили Столь Великому Обещанию И Всему Предпошли Следование За Христом То есть Им Не Видели Как Он Пятью Хлебами Пять Тысяч Накормил Если Вы Вперед Сказали О Это Тот Что Надо Пойдем Мы За Ним Что Здесь Всегда Будет Хлеб У нас Рыба Будет Все Будет С ним Этого Ничего Не Было Они Поверили Что И Они Состояние Будут Уловлять Теми же Словами Других Какими Уловлены Были Сами Да И Это Было Обещано Только Петру И Андрею А Якову И И Того Не Было Сказано Только Пример Послушания Первых Проложил Им Путь И Им Впрочем Они Прежде Много Слышали Об Иисусе Далее Смотри С какой Подробности Евангелист Указывает На Их Бедность Иисус Нашел Их Чинищими Они Были Бедны До Такой Степени Что Не Имели На Что Купить Новых Сетей И Потому Чинили Обещавшие Между Тем Немалым Доказательством Их Добродетели Служит И То Что Они Легко Переносят Свою Бедность И Питаются От Праведных Трудов Друг С Другом Связаны Узами Любви Живут Местец Отцом И Служат Ему Когда Таким Они Начинают В их Он Начинает В их Присутствии Творить Чудеса Подтверзая И делами То Что Сказал О Нем Иоанн Он Начинает Часто Посещать Синагоги Научая Этим Учеников Своих Что Он Не Противник Богу И Не Обманщик Какой Либо Но Пришел Согласно Воле Отца И При Посещении Синагог Он Не Только Проповедовал Но И Творил Чудеса И Так Он Ходил И по Городам И по Селам И по Синагогам Их Научая Тем Нас Воздавать За Словословие Не Злословие Но Большими Благодеяниями Если Ты Оказываешь Благодеяние Своим Сарабам Не Для Людей Но Для Бога Так Как Бы Они Не Поступали Не Переставая Благодетельствовать Чтобы Получить Более Большую Мзду А Кто Перестает Благодетельствовать Потому Что Его Злословят Тот Показывает Что Он Благотворил Не Ради Бога Но Ради Похвалы От Людей Вот Почему Христос Научая Нас Что Он По Одной Благости Пришел Благодетельствовать Не Дожидался Того Чтобы Приходили К Нему Сразуще А Сам Поспевал К Ним Принося И Им Два Величайших Блага Во-первых Евангелие Царствия Во-вторых Исселение От всех Болезней Он Ни города Не проходил Мимо Ни селения Не пропускал Но Посещал Всякое Место Даже И тем Не довольствовался Но Показывает Еще Большую Заботливость Видя Толпы Народа Говорит Евангелист Он Сжалился Над Ними Что Они Были Изнурены И Рассеяны Как Овцы Не имеющие Пастыря Тогда Говорит Ученикам Своим Жатвы Много А делатели Мало Итак Молите Господина Жатвы Чтобы Выслал Делателей На Жатву Свою Матфея 9 Смотри Опять Как он Далек От Тщеславия Чтобы Не водить Всех За собой Он Посылает Учеников Впрочем Не для Того Только Посылает Но И для Собственного Их Обучения То Обобразовавшись В Палестине Как бы В некотором Училище Ротоборство Они Приготовили себя К подвигам В целом Мире Потому-то Как Юных Тенцов Приучая К летанию Он Открывает Обширничая Поприще Для их Действия Только Сколько Было То Соразмерность Их Силою Чтобы Они Удобнее Могли Приступить К последующим Подвигам И сначала Делайте Их Только Врачами Тел Чтобы После Верить Им И важнейшее Врачевание Душ И смотри Как показывает Легкость И необходимость Этого Дела Жатвы Говорит Он Много А делатели Мало Я Говорит Посылаю Вас Не сеять Но Жать Подобным Образом Сказал Он Иоанну Другие Трудились А вы Вошли В труд Их Аминь 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 Аминь